Прошел целый год с тех пор, как я взял себе Apple Watch Series 4, хожу с ними, есть много впечатлений, есть чем поделиться, заставоньку. До того, как я взял Series 4, у меня были Series 1, те же Apple Watch, и тогда я считал как, что это довольно бесполезная, но прикольная стильная игрушка. И если ты прям хочешь аксессуар, тогда ты идешь и покупаешь, а в случае, если тебя интересует функциональность и в первую очередь отбить деньги, то, ну, Apple Watch это не то. Сейчас же внезапно я считаю иначе, и сейчас перечислю вам все причины почему. Итак, что же позволяет нам делать Apple Watch на повседневной основе? Во-первых, платить. Apple Pay это благодать, это реально охренительная технология, и я не знаю, как без нее жил. Если достать телефон и расплатиться им реально легко и просто, то дважды нажать кнопку на часах гораздо быстрее, по крайней мере, в большинстве случаев, когда у тебя телефон большой, надо в карман лезть, чик-чик-пип, все, черная магия. Во-вторых, то, что в Apple Watch рекламируют постоянно, это активность, те самые кольца, которые ты должен закрывать, и не быть ленивой жопой, бегать, ходить, заниматься на тренажерах, плавать, что угодно делать, только бы закрывать эти кольца весь месяц. У меня так ни разу не получилось, но, тем не менее, кольца штука мотивирующая, по крайней мере, для большинства народу. Когда ты видишь, сколько прошел и сколько тебе осталось, у тебя несколько больше вырабатывается вот это вот чувство ответственности за свое тело, за свое здоровье, что вот я должен пройти еще чуть-чуть, хотя бы вот до того Макдональдса, потому что Apple Watch же не учитывает, сколько ты ешь. А? В-третьих, непосредственная функция, наверное, любых смарт-часов и даже смарт-браслетов, это уведомления. Опять же, управлять камерой, можно смотреть фотографии, то есть синхронизация с телефоном у вас происходит не только с помощью уведомлений. Пятое, это программы, если на Apple Watch серии S1 они были, ну, практически совершенно бесполезны, то на четвертой серии я порой в метро читаю твиттерочек, и это круто, что не надо даже телефон доставать, вот так сделал и листаешь. Еще среди реально полезных программ числятся список покупок, заметки, будильник, но еще Apple Watch умеют создавать свет или не создавать его. Звучит странно, но я имею в виду фонарик и режим театра. Очень удобно, когда ты в кино, не светить всем в лицо своими часами, и также очень удобно подсветить себе темную дорогу ночью, даже не доставая телефон. Вот и все функции и программы, которыми пользуюсь я, с одной стороны, вроде и немного, а с другой стороны, для такого носимого устройства, как мне кажется, прям дофига, поэтому бесполезность, уже отметаем, довольно полезна. А теперь об опыте использования. Что в первую очередь надо сказать, когда рассказываешь про носимое устройство? Ну, наверняка про экран и про батарею. Экран у Apple Watch яркий, цветной, на солнце все замечательно видно, но претензии к нему все же есть. Он коцается, как ненормальный. На моих часах сейчас царапин примерно в три раза больше, чем на любом телефоне, который у меня был. Да, частично это связано с тем, что я ими бью, не специально, обо все, что попадается по дороге, но, как мне кажется, за такую цену у часов должен быть очень крепкий экран. И даже если я захочу их сейчас продать, мне будет немного стыдно, потому что, ну, прям видно все. А вот батарея в Apple Watch Series 4 стала для меня прям настоящим благословением. Да, вы сейчас скажете, что батарея даже умных часов должна держать неделю, а лучше две, мои Apple Watch живут всего лишь два дня. Но мне этого хватает, потому что прошлые мои Apple Watch жили примерно, ну, часов 10, и, блин, это очень было обидно. А сейчас я прям могу куда-то поехать в другой город, на следующий день вернуться, и у меня все еще останется заряд. А уж положить часы на зарядку для меня теперь вообще не составляет труда. Отложилось в голове, что когда идешь спать, кладешь телефон и часы, и все, спишь. Хочется рассказать о циферблатах. И поскольку у меня в руках бывают разные смарт-часы, я вижу циферблатов просто невероятное множество. И на всем этом фоне циферблаты Apple Watch просто замечательные. Они красивые, они функциональные, их можно настроить, от них не течет кровь из глаз. Это тоже важно. Не хватает только возможности создать свой циферблат полностью с нуля. Пусть это будет по каким-то гайдлайнам дизайнерским и так дальше, но этой возможности нет, и это печально. Самая бесячая вещь в Apple Watch, по крайней мере для меня, это колесико. Но не тем, что оно какое-то фиговое, а тем, что у меня толстая рука, и я нажимаю на него, если сделаю хоть какое-нибудь вот такое движение. Это бесит, когда у тебя вызывается серия примерно 120 раз на день, поэтому я изменил расположение, благо в Apple Watch так можно, и теперь кнопки у меня смотрят на всю мою руку. Есть в Apple Watch одна уникальная и очень крутая штука, которую я бы не променял вообще, наверное, ни на что. Это разная вибрация для разного типа уведомлений, и ты даже не поднимая часы к глазам, сразу знаешь, что тебе пришло. Будь то телеграмм, смска, уведомление о разминке или даже какой-то будильник. Очень клевая фича. Например, когда я спешу, и у меня дважды тапают часы, я понимаю, что это какое-то уведомление о том, что я подвигался, или мне надо подвигаться, и я даже не смотрю на них, а просто иду дальше. А вот свою, казалось бы, главную функцию часы выполняют не идеально, и к уведомлениям у меня как раз-таки претензии есть. Во-первых, эти уведомления не группируются, и если ты посмотрел на часы раз, а потом тебе прислали еще сообщение, и ты смотришь второй раз, то нижние уведомления, которые более новые, они не будут показываться, и тебе придется обязательно скролить, чтобы увидеть, что же там внизу. Не важно, будь то уведомление из одной программы, из нескольких, из одного чата, из разных, все равно часы всегда ведут себя вот так. Бесит еще одна фигня. Бывает такое, что уведомление приходит, когда я разговариваю с человеком, и прям при нем смотреть на часы будет, ну, как минимум, не очень прилично. Поэтому я жду, когда закончится разговор, обычно это там полминуты, максимум минута, и поднимаю часы к глазам. И это уведомление просто исчезает, оно не остается на экране до тех пор, пока я его не посмотрю, что странно. Со мной никто больше двух минут не разговаривает. Минуты достаточно, чтобы закончить разговор. Не всегда есть возможность задействовать вторую руку, чтобы проскролить уведомления или хотя бы увидеть их, поэтому приходится доставать телефон и смотреть там, ну, такое. Проблемы белых людей, лень человеку телефон достать. В-четвертых, Apple Watch изменился экран, он стал типа безрамочным, на самом деле информации там стало умещаться гораздо больше. Но еще там появилась любопытная функция, которая называется... Как она называется? Реакция на падение. Когда вы падаете, вам выдается уведомление, где можно либо сказать со мной все окей, либо нажать о нет, вызовите всех, помогите, спасите. Фича реально крутая и реально работает, по крайней мере, с настоящими падениями. Испытано было уведомление, все нормас, кроме моей вывихнутой ноги. Но это такое. Ну и поговорим о ложке дегтя в бочке меда. Это то, что в Apple Watch Series 4 сделано, ну, совсем так себе приложение. Казалось бы, вот прошла презентация, и теперь для часов даже начнут пилить собственные приложения, вне зависимости от айфона. Но вы хотя бы существующие приложения, пожалуйста, исправьте. Вот, например, мне приходит уведомление в Телеграме, и в половине случаев я не могу ответить, потому что не могу выбрать аккаунт, с которого мне приходят сообщения, у меня их два. Картами я вообще толком не могу пользоваться, хотя, казалось бы, это один из самых очевидных сценариев использования. Есть 2GIS, Apple Maps, даже Яндекс.Карты есть. Но я банально не могу ввести точку и указать к ней навигацию, чтобы просто идти к цели, как я делаю с телефона. Для этого нужно доставать телефон, хотя, казалось бы, микрофон тут есть, и чё сложного. Короче, чё-то подзабивают огромный болт на приложение для WatchOS, хотя, казалось бы, это не паханное поле, прям бери и делай. Но чё-то пока нет. Есть надежда, что с WatchOS 6 что-то исправится, что-то улучшится, ну, будем ждать. Хотя, в целом, часы стали мощными, ещё с серии S3 можно было спокойно чё-то пилить. Ну и самый главный вопрос. Стоит ли вам покупать Apple Watch, и если да, то какие? Сейчас как произошло? Apple Watch и Series 3 упали в цене, Series 4 ещё непонятно будут ли вообще на рынке, и вышли Series 5, у которых есть теперь постоянно включенный экран, и компас. Начнём с того, стоит ли брать себе Apple Watch. Если у вас есть определённая сумма денег, и нет лучших кандидатов на покупку, то, я думаю, часы вас особо не разочаруют, а, может быть, привнесут в вашу жизнь больше удобства. Но есть шанс, что вам они вообще не зайдут, и в целом, это один, наверное, из самых спорных продуктов Apple, от которого я, впрочем, не готов совершенно никак отказаться. Я вот прям в силу того, что неряшлив, раз в какое-то время забываю часы дома, и потом целый день хожу такой, блин, не могу платить, не смотрю уведомления, всё хреново, прихожу домой, и такой, да, вот они мои часики. Так что, тут уж вам решать. А насчёт того, какие именно часы брать? Ну, смотрите, если у вас хорошее зрение, и вы не хотите переплачивать много денег, то вы можете купить Apple Watch Series 3, они упали в цене, это охренительные часы, у них производительность практически такая же, как у 4 серии, и за свою цену они прям реально топовые. Если же вы хотите прям будущее, безрамочный экран в пару к своему айфону с монобровью, то советую вам всё-таки купить Apple Watch Series 4, потому что с пятыми отличий немного, и вам их реально надолго хватит, по крайней мере, на года два, так точно. Ну, и если вы на грани технологий, если вам постоянно включённый дисплей очень нужен, или, по крайней мере, нужно, чтобы люди видели, что у вас последний Apple Watch, вы же мажор и клёвый, то тогда, да, остаётся покупать Apple Watch Series 5, ну и, конечно же, смотрите на цену. Если Series 4 и Series 5 стоят приблизительно одинаково, то, ну, очевидно, что надо брать более новое. На этом всё. Если этот видос был вам полезен, ставьте лайкосик, нажимайте на подписку, кнопка подписаться должна стать серой, поддержим тренд Ютуба, нажимайте на колокольчик, как вы ещё узнаете, что вышло новое видео, и увидимся в следующем видео. Всем спок. Пау! Надо вручную вбивать все калории, что ты съел. Мак Флори, 1322 калории. Теперь весь день не смогу есть, ну что ж. Зачем ты трясёшься, микрофон? Ты же не писька. Ищу садить калории.